Теплая встреча, наполненная воспоминаниями. Глава округа Дмитрий Волошин лично поздравил с днем победы жительницу блокадного Ленинграда Галину Юркину. Она отчетливо помнит события тех страшных лет, хоть и была ребенком. Года войны, конечно, я застала. Мне было 6 лет. Вот 14 июня будет 89. Как раз 14 июня исполнилось мне 6 лет, а 22 июня началась война. Папа у меня был кадровый военный. А вы где жили в то время? А мы в это время, часть его стояла в Петрозаводске. А после этой самой финской, он на финской был, прошел финскую. После финской часть их перевели, сортовала. Галина Петровна много говорила об отце, Петре Шаула. Он с первых дней войны ушел на фронт и почти сразу погиб. Много лет дочь искала место захоронения своего отца и все-таки нашла его на Карельской земле. Вот мой папа. Он кадровый военный был. Петр Трофимович. И я нашла могилу. Красивый памятник. Это как бы федерального тоже значения. Там общая могила. Там были бои. Там, наверное, человек сто захоронено. Когда отец ушел на фронт, Галина Юркина вместе с мамой, сестрой и родными попала в Ленинград, который потом окружили немцы. В 42-м году им удалось эвакуироваться. Все родственники, которые остались в городе, погибли от голода. Умерло, погибло, блокаду много, да. И остались вот всего. Мама остала. Мама и нас двое. Сегодня жительница блокадного Ленинграда важно и приятно такое внимание со стороны администрации городского округа. Дмитрий Владимирович, большое спасибо. Мне вот как дочери блокадницы очень приятно, что такое внимание оказывается. Каждый год заботой, вниманием окружаете ветеранов наших, что в нашем городе, Химки, в городском округе так хорошо относятся к ветеранам. Каждый год внимания, забота окружаете. Не забывайте, а это очень важно. День Победы – самый главный праздник для всех ветеранов и тех, кто причастен к этим далеким и страшным событиям. В этот день все внимание и слова благодарности направлены в адрес тех, кто ковал победу. Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей и блокадники. Елена Тараненко, Руслан Сайфин. Новости Химки ТВ.